Вам будет представлено приложение на основе Qlik Sense для анализа продаж от BI Consult для компании, работающей в нефтегазовом секторе. Первый слайд показывает KPI этой компании. Здесь у нас представлены значения по различным продажам, таблицы по номенклатурам и определенной графике. Слева и сверху у нас расположены панели фильтров. Конкретно сейчас установлен месяц февраль, год 2015, то есть все значения, все представления, которые есть на этом слайде, отфильтрованы по февралью и по 2015 году. Мы можем добавить еще один фильтр, например, тип товара. Допустим, мы хотим узнать ТОП АЗС по продажам и только по нефтепродуктам. Фильтруем и узнаем. Также можем узнать, кто отстает, отфильтровать только по ним. Посмотреть, какие товары продаются хуже всех, какая номенклатура и сделать выводы для анализа. На втором листе представлены основные показатели компании и клиента. Здесь можем видеть динамик продаж по дням, таблицу и круговой график, показывающий загруженность по часам. Также стоит отметить, что фильтры, которые мы выбираем, оказывают влияние на все приложение, то есть фильтр, которым выбрали на предыдущем слайде тип товара, нефтепродукты, изменил представление всего приложения, в частности этого листа. Если взглянуть на динамику продаж, то можно видеть, что в некоторые дни происходил резкий спад этих самых продаж. Можем узнать подробнее, в чем дело. Выберем дни спада. Узнаем дни недели, к примеру, да. Эти дни выпали на субботу и воскресенье. То есть это связано с тем, что на выходных люди начинают меньше потреблять нефтепродуктов. Интересный график, загруженный по часам. Можем видеть, что основная доля продаж происходит в утренние часы, то есть когда люди едут на работу, и в 7 часов, когда люди освобождаются с работы. Можем сравнить общие показатели только с выходными днями. Выбираем субботу и воскресенье. Здесь картина совершенно другая. Здесь основные продажи происходят с 8 до 15 часов. Также, так как фильтры оказывают влияние на все приложение, можем перейти на предыдущий слайд. Увидеть продажи по выходным дням по нефтепродуктам, посмотреть, какие АЗС отстают, фильтровать по ним. Ну и также можно дать установку аналитикам, менеджерам, привести, например, какие-нибудь акции, чтобы стимулировать спрос на этих АЗС на выходных. На третьем листе представлены карты, отражающие продажи по различным географическим точкам. Например, на первой карте представлены продажи в разрезе по регионам. Но так как у нас данные только по Новгородской области, закрашены только одна, а остальные регионы являются серыми. Следующая карта показывает продажи в разрезе уже по районам Новгородской области. Здесь чем темнее, чем насыщеннее цвет, тем больше продаж происходило в этом районе. Мы можем увидеть, что в Новгородском районе и в Великом Новгороде, в самом городе, происходило больше всего продаж. Также мы можем выбрать определенные регионы и проводить аналитику только по ним уже на других слайдах. Например, сравнить с KPI. Видим, что в этих регионах вообще не происходило продаж топливных карт. Или посмотреть на динамику продаж, как и загруженность. Следующая карта показывает конкретные склады АЗС в Новгородской области. Здесь то же самое. Чем больше и чем насыщеннее круг, тем больше продаж. Мы здесь также можем выбрать как интересующие нас склады с помощью ЛАСО. Те же западные. Мы можем посмотреть на них, провести по ним аналитику, узнать, кто из них отстает, выбрать их, узнать, где они находятся. Они находятся в трех районах и сделать соответствующие выводы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова